Согласно информации, поступающей из Азербайджана, сейчас Баку занял активную позицию в плане условий перемирия, которое было достигнуто осенью прошлого года. Тогда азербайджанская армия разгромила оккупационные силы армян на своей территории так, как это может быть в идеале для атакующей стороны и как бывает в кошмарных снах для обороняющихся. Сначала азербайджанские войска выбили противника с южного фланга и восстановили контроль границы с Ираном, дойдя до Армении. А потом развернулись на север и пошли вдоль армянской границы, отсекая всю карабахскую группировку. Они были на расстоянии нескольких дней от того, чтобы оформить громадный котел, в котором бы оказалась почти вся армянская армия. Разгром был неизбежен и в принципе Азербайджану не надо было прилагать каких-то дополнительных усилий, чтобы вообще дойти до Еревана. Армянская сторона при посредничестве Москвы стала интенсивно сигнализировать о готовности остановить боевые действия. Баку пошел на перемирие исключительно для того, чтобы Армения официально согласилась передать Азербайджану сухопутный коридор вдоль иранской границы до Нахичевани. И когда до перемирия осталось пара дней, направление главного удара было переориентировано на Шушу, крайне важный населенный пункт для Азербайджана. По условиям перемирия стороны останавливают свои войска там, где окажутся на момент подписания соглашения. Это значит, что за оставшееся время надо было захватить Шушу, что азербайджанский спецназ и сделал. С одной стороны, Баку продемонстрировал свою цивилизованность, ведь оставив противника в котле, речь могла идти о полной капитуляции армянской группировки или о ее уничтожении. А там могли оказаться десятки тысяч военнослужащих. Трудно сказать, сдались бы армяне или уперлись, но если бы решились сражаться до последнего, то это была бы бойня, и Азербайджану пришлось бы потом отплевываться от такого очень долго. С другой стороны, транспортный коридор до Нахичевани имеет особую ценность. В оставшейся части Карабаха армяне и так долго не усидят. Вести хозяйственную деятельность там невозможно, а вот получить от Армении согласие на коридор – настоящий приз. Только армяне, как и россияне, очень быстро забывают о своих обязательствах. Коридор они не передают, и Баку говорит о том, что готов силой заставить выполнить это условие. Еще год назад Ереван вообще не принял бы такое заявление к сведению, но после осенней войны все изменилось. Разгром был эпичным, и армяне обвиняют в этом исполняющего обязанности премьера Пашиняна. А он, в свою очередь, отбивает подачу назад и объясняет, что виновников поражения надо искать среди людей с погонами, а не в правительстве. При этом время от времени забрасывает интересные истории. Так Пашинян рассказал об одном из эпизодов войны, когда противотанковое вооружение стоимостью несколько миллионов долларов было поставлено на фронт и складировано на территории одной из воинских частей. Через час этот объект был полностью уничтожен азербайджанскими беспилотниками, и по этому поводу он заметил. Логичнее было просто сложить все под деревом. Эта воинская часть существовала порядка 25 лет. Они собрали боеприпасы, после чего через час дроны все уничтожили. Как вы думаете, это было следствием некомпетентности? Может быть. Но это очень жестокое невежество. Такие откровения Пашиняна вполне оправданы. Ему не хочется уходить с должности главы правительства в роли козла отпущения. Поэтому сейчас он подает информацию так, чтобы сбросить с себя хотя бы часть ответственности. Но даже это заявление при ближайшем рассмотрении нельзя считать удачным контраргументом или инструментом снятия вины. Пашинян рассказал о потере дорогостоящей мат части, но фокус в том, что если бы даже азербайджанские БПЛА не накрыли склад с уничтожением кучи ПТРК, то на ход события это повлияло бы минимально. Ударной силой азербайджанской армии была не бронетехника, а беспилотники турецкого производства, против которых бесполезны противотанковые ракеты. Как показала практика, средства ПВО российского производства оказались бессильны, как в Сирии и Ливии. Минобороны Азербайджана опубликовала ролик с подборкой атак беспилотников армянских ПВО и получилось впечатляюще. Смотрите по ссылке под этим видео. И что важно, если ПТРК утилизировали на складе, то средства ПВО были развернуты и уничтожены на боевых позициях, так что ситуация оказалась еще хуже того, о чем рассказывает Пашинян. Тем не менее, он упирается, не желая передавать коридор Азербайджану. Только сама передача была условием подписания перемирия. Если бы не это, то кто знает, какая судьба постигла бы армянских военных в Карабахе и чем закончилась бы война. С другой стороны, если Армения не выполняет взятых обязательств по коридору, Азербайджан вправе приостановить свои обязательства по прекращению огня. Удивительно, что Баку еще не предупредил оппонентов о такой возможности публично, чтобы в случае чего не было лишних вопросов. Хотя Восток – дело тонкое. И, возможно, для этого время еще не пришло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok